Ребят, большой всем привет! Сегодня у меня была небольшая фотосессия, в течение которой я поняла, что уже, ох, не время, не время, потому что меня пока накрасили, я так адски устала. Поняла, после того, как тебе наносят макияж и делают несколько локонов, срочно надо часа два отлежаться, набраться сил, знаете, для дальнейшей прогулки. И так как я взяла с собой несколько комплектов вязаных вещей, ну как один, прямо скажем, один свитер, то его надо было переодеть. В общем, мы были в ГУМе, я предложила туалет дальше. Далеко, идите метров пятьдесят. Так, кнопка. Открывается без кнопки. Кажется, нет. Логика, приди, логика, приди. На себя пришла. В общем, там было холодно, но в ГУМе вообще прохладно. Я предложила пойти в этот исторический туалет. Он стоит сто пятьдесят рублей, но там такая прикольная комната, где тепло, даже есть душевая, правда, за дополнительные деньги. И мы там тоже решили пару кадров сделать, потому что там как банная комната такая очень красивая. Короче, пока мы фоткались, пришла администраторша, мы за билет, естественно, заплатили. Говорит, девушки, у вас есть разрешение на съемку? Я говорю, это же ГУМ, тут как бы разрешено это туристическое место. Она говорит, нет, это историческое место. Я говорю, это туалет вообще. Она с нами спорила, что это не туалет, не просто ТОЛЕ, это исторический туалет, где воссоздана там обстановка, просто так фоткаться нельзя. Вместо того, чтобы там спорить, мы сейчас уже уходим, все равно пару кадров сделали. Смотрите, по сочетанию вещей, клетчатая рубашка и прозрачная сатиновая юбка, почти пачка. Билевую, да, такая многослойная юбка, очень воздушная, свитер, почти с машинным рисунком, футуристическая куртка. Я просто представляю, а, меховые тапки, гость программы. Я представляю, если бы я так оделась, да, чтобы сказали. Вот что значит уметь носить вещи, знаете, с лицом кирпичом. Ну, типа, ты тут законодатель моды, а не слушаешь, правильно оделся или нет. А вот как вам тапочки, такие шлепки, непонятно, правда, зимние дни или нет. Или вот платье напоминающее жилетку ДОТО, воздушную, он такой, знаете, с воздухом, и при этом с ручками в пол. В магазин лучи, и, короче, я хочу себе новый кошелек. Ну, просто так, конечно же, посмотреть зашла. Вообще, я такую сумку себе хотела, но я на ней еще не зарабатывала. И мне очень понравился кошелек, но, блин, он почти столько стоит, немножко бюджетнее, чем клач. Я уже думаю, может, тогда клач. Тем более, у меня нет ярких сумок, знаете, таких экстравагатных. А этот, конечно, небольшой, но, в принципе, камера по месяцу, и ладно. Ну, ребята, я не знаю, как это вышло, я не виновата. Я вообще ничего не планировала покупать, как бы, конечно же, очень хотела, но в планах никакой четкости не было. Не буду говорить, что я купила, потому что я себя чувствую, знаете, как насходящая жена, которая в тайне потратила зарплату мужа, и как будто я замужем за вами, не поверите. Впрочем, мне кажется, надо завязывать вот эту политику, стрематься в своих погонах. Пока я сейчас дойду до конца коридора, я вообще буду на всех наезжать, кто на меня не так посмотрел. Не, ну, вообще-то, если подумать, что такое, извините, я ж не родительские деньги трачу, правильно? У ни у кого на шее не сижу, имею право. А, как вы думаете? Посмотрите, кто меня встречает. Под юбкой двое детей, да? Кто там спрятался такой маленький? Кто? Опа, маленький и незаметный. Да, моя жайка. Шторки задвинулись, да? Пояс тронулся. Эть. 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 Ну все, давай я буду развиваться, хорошо? Да. У Алиса еще новая фишка, она тут мне всегда помогает развиваться. Понимаете? Понимаю, человек, как сложно. Да? Сейчас мама растерет мою. Так. Ой, помощница моя. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо, Алисенок. Вообще, вот серьезно, никто ее не учил и не просил ее никогда. Видите, все так вот задом наперед. Зато сколько стараний. Спасибо. Ребята, вы же знаете, что мы живем на съемной квартире. Собственно, в каждом моем видео это очень сложно не заметить. Так вот, у нас здесь не был настроен телевизор. Более того, я вообще не уверена, что он был подключен к антенне, потому что мы ни разу им не воспользовались по прямому назначению. Мне кажется, это абсолютно логично, потому что нам сто лет не нужны вот эти заморочки, знаете, чтобы тянуть кабель, провод, согласовывать каждое изменение с хозяевами. Тем более, здесь вообще нельзя ни шаг вправо, ни шаг влево без того, чтобы получить предварительное разрешение. Тем более, я уж молчу про то, чтобы сверлить стены там и прокладывать кабель. На самом деле, есть очень-очень простое решение, делюсь с вами лайфхаком. Это кинотеатр Ивина Smart TV, для которого даже антенна не нужна. Просто достаточно подключить телевизор к розетке, нажать на пульте кнопку Иви, а дальше смотрите любые сериалы и мультфильмы в отличном качестве со всей своей семьей. Более того, вам даже не нужно его устанавливать, так как оно является предустановленным приложением на всех Smart TV. Например, на нашем LG Smart TV есть отдельная кнопка. Разобраться проще простого. Для тех, кто привык смотреть обычные TV-каналы, они также есть на Иви. Конечно, безусловным плюсом здесь является просто идеальное качество звука и картинки. Если вы еще покупаете подписку, которая стоит не дороже, чем чашка капучино в кафе, то получаете все это еще и без рекламы. Мы в последнее время залипли на сериал, это антиутопия, рассказ служанки, которая повествует о безумном обществе, где женщины лишены каких-либо прав. Я заметила, знаете, меня очень сильно тянет на сюжеты, после которых ты начинаешь ценить привычные вещи. То есть что-то такое одновременно далекое, в то же время, возможно, близкое. Когда заканчивается очередная серия, ты совсем другими глазами смотришь на то, к чему давно привыкла и считаешь, что это нормально. Так что мы с Сережей периодически себя устраиваем такие, знаете, киносвидания, не выходя из дома. Но перед тем, как пользоваться Ивина Smart TV, не забудьте специальный промокод, который дает целых две недели пробные бесплатные подписки. Ссылку я оставлю в описании, так что обязательно пробуйте. Опять ты огромная какая-то. Ближе, баштасы. У тебя голова, как у меня туловище. Ай, ты чай не заживи мне. Ой, не могу. Сядь ближе, я тебя прошу, как кузнечик. Что-то она опять переволокла. Я не знаю, где она его нашла. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я сейчас хотела устроить совместную с Сережкой распаковку. Такой розовый подарочный пакет. Это какой-то, по-моему, новый, потому что до этого, когда я там что-то покупала, у меня был черный. Заказывали мы это на Алиэкспресс. Кто здесь чек? Я вас прячу. Нету. А зачем тебе? Да, я построю, посмотрите на мои глаза, как они выпадут из зарубля. Я думал, немножко больше. Ну, видишь, видишь, хорошее новость. На самом деле, я все чеки же храню, коробки. Все это нужно для того, чтобы, если что-то продавать, в общем, у вас максимально стоимость не падала. Более того, из-за того, что люксовые сумки индексируют постоянно. Можно даже вкладываться вместо валюты. Да, серьезно. Они только так делают и продают, допустим, спустя 4 года дороже, чем покупали. Можно недвижимость не покупать, а у кого есть деньги, а вкладываться в люкс. Ой, слушай, такой узел завязали. Ну, я думаю, тебе это не сдержит. Да я их с бамперы грызу. Так, открываем мою царство. Она же так не откроется. Здесь такой чехольчик. Вот, красивый. Чехольчик, ты помнишь чехольчик? Я уже слышу, это шуршарно. А пахнет, чувствуешь? Клеем, клеем. Много клея. Блин, я же испугалась, думала, мне что-то другое подложили. Смотрите, здесь белое, и сзади тоже белое. Смотрю, думаю, что за белая сумка, которую я... Короче, если говорить о чехле, ребят, ну что это такое? Посмотрите. Я понимаю, конечно, что это чехол, фигня, вопрос. Но он весь с нитками. То есть тут прям на швах. Молодец, правильно. Не, гляньте, что это такое? Что-то младая. Мейденчайна, кстати, на весну. 100% палестер, но это чехол. Понятно, что они его нигде... Давай там посмотрим, что написано. В Италии производят. Но могли, честно сказать, вот эта битка очень хорошо вот она сделана. Нормально, очень ровненько. Но внутренней швы могли нитки обрезать, честно сказать. Честно говоря, за такую цену... Это я не посмотрел даже. Ну, судя по чехлу, по обертке уже, когда человек достает, действительно, это люксовая вещь, он начинает правильно с обертки. Потому что он, так как сумку не достал, и сразу встречаются вот эти нитки. Мне кажется, пахнет подделкой. Вам не кажется? Крашеная кожа. Ну, на самом деле, выглядит она вот так. И я, вы не поверите, пересмотрела просто на куче сайтов. Очень хотела сравнить цену. Так вот, я ее нашла только на Net-A-Porter. Она везде раскуплена. В ЦУМе раскуплена. В интернет-магазине там всякие Азель, Фарфейдж. Нету просто их. Единственное, на Net-A-Porter, и она стоит дороже, чем я ее купила здесь. То есть, там почему-то прайс завышенный. Это вот именно Queen Королевская пчела, или как-то так. Я на эту сумку, в общем, она вот так вот выглядит. Маленькая, именно летняя. У меня ни одной яркой сумки нет. Очень хотелось. И плюс ее классно с собой брать, потому что она не занимает пол чемодана. Вот это полоцепочка. На многих сумках Gucci она выглядит монументально, такая медная. Но на самом деле она очень легкая. Вот. И пчелка, конечно, божественная. Внутри у нее кожаная подкладка, то есть нет ткань. Хотя есть немножко ткани на одной боковой стенке. Но ведь тут вот кожа. Ну, вот так вот она сделана. Очень классная. Смотрите, короче, так она не закрывается. То есть, она прогибается, вот когда вы нажимаете. Ее надо, чтобы она была, видимо, чем-то наполнена. Генгами. Кнопочка не достает. А вот, надо прям сильно нажать. Кроме носовых платков тебе тогда больше ничего не поместится. Камера поместится. Телефон. Все основное поместится точно. Но я, на самом деле, облизывалась, помню, на сумку с бамбуковой ручкой. Такую же, она чуть-чуть побольше. Она стоит сильно дороже. То есть, она несколько раз уже дороже. Хотя, там не сказать, что намного больше материала. Надо проверить на ее качество. Раньше в школе, когда мы учились. Поджигали? Да, поджигали просто. Взять сейчас зажигалку. Да нет, это просто ты узнаешь, кожа или нет. Правда, качество. Ну, я хочу знать. Давайте попробуем ее сжечь. Кто за? Ставьте лайки и подписывайтесь. Хотела поделиться с тобой размышлением, почему я решила больше не испытывать угрозений совести. Мне, знаете, что-то стало напрягать, что на канале, ну, как бы каждый раз, там, что-то оправдываешься. А чем больше оправдываешься, тем больше тебя начинают укорять. Уже, как бы, ты и должен, да? Ну, раз оправдываешься, значит, ты виновен, значит, тебя, как бы, в следующий раз уже носом тыкают. И я поняла, ну, вот, как-то сложилось так. Я помню, начинала, когда смотрели Дашу Камалову, меня очень сильно окоробило от того, что она, прежде чем показать свою сумку дорогую, какую-нибудь Шанель, она чуть ли не звенялась. Вы не беспокойтесь, не злитесь, не обижайтесь, пожалуйста. Меньше дизлайков, меньше плохих комментариев. Я еще думаю, Юксель Моксель заработала, а еще оправдываться. А сейчас я понимаю, что я потихоньку, знаете, сама какую-то неловкость испытываю. Я там уже даже никому, там, друзей не скажу. Только я расскажу сто тысячам людей, которые... Мне пришлось, да, нам пришлось нанимать психолога, чтобы убедить, чтобы ни в чем себя не корило. Психолог нам очень сильно помог. Как ты вообще считаешь, нужно испытывать какие-то угрызения в совести, когда ты что-то себе дорогого покупаешь? Ну, если ты этого хочешь, то нет. А в каком случае нужно? Ну, если тебе это не надо было, ты все равно купила. В общем, ребят, если серьезно, то, знаете, я проанализировала, как-то так случилось в своей жизни за последние сколько лет. Ну, вот, наверное, начиная с того момента, когда я вышла в первый раз замуж. Потому что, когда мы встречались с моим бывшим мужем, он меня очень мотивировал, что я там должна купить себе приданное. Потому что мы переезжали в новую квартиру, где как бы ничего не было, да, и он там делал ремонт. Ну, это его квартира была. Я там должна купить там все кастрюли, полностью все посуду, постельное белье, текстиль, полотенца покрывала, там, подушки, одеяло. Все это как бы на мне, потому что, ну, я же женщина, да, женщина с приданным должна быть. Я там, начиная, наверное, с этого момента, начала вот это копить. Потом мне хотелось, я там увидела с девочкой, у которой была машина, я захотела себе тоже машину купить, чтобы ездить на работу. Тогда это была Део Матис, предел мечтаний. И я там начала на нее откладывать. Потом, когда мы развелись, это было меньше, чем через месяц, я начала копить на ипотеку. И, короче, вот с тех пор поехала. Одна ипотека, потом ремонты, потом копить на промежуточную квартиру, потом вторые ремонты. И постоянно, знаете, ты, ну, как бы даже имея там какие-то возможности. Я вообще сколько лет вообще себе там не покупала ничего, кроме распродажи, радовалась платью за 100 рублей. Хотя у меня была зарплата там в два раза выше средней по городу. Но я вообще там все в китайском, где можно сэкономить, ничего не тратить. Там все время каждую копейку. И вся моя аудитория была уверена, что я там выживаю постоянно, да, вот это сквозные нити, что я там вся в долгах, у меня малюсенькие какие-то доходы. На самом деле, даже когда я могла, я вот какие-то постоянно мужские цели перед собой ставила. В принципе, тоже, чем, наверное, мальчики обычно озадачиваются. Типа крыша над головой, там ремонт. И сейчас с переездом, что-то, не знаю, может, вторая беременность. И что-то я думаю, блин, не пора ли остановиться? Как-то, конечно, есть другая грань, когда женщина там вообще из салонов красоты не вылезает. И 99% ее заработка уходит на просто там тюнинг постоянный. Но я думаю, мне кажется, и так уже столько задач глобальных, семейных, которые фактически приносят пользу всей семье моей, да, помимо даже моего там ближайшего окружения и прочего, что, мне кажется, есть уже реально у меня полное право расслабиться. И перестать, наконец, оправдываться, что я вдруг решила что-то тратить на себя в другом качестве, в другом количестве. Мне кажется, надо больше, как девочки, себе позволять и не испытывать угрызения совести, что, блин, можно же холодильник за деньги купить. А ты там что-то вот не по тому сценарию пошла. Ну, в общем, посмотрим, как у меня это получится. Думаю, не сразу, потому что закоренелые привычки многолетние так просто не искореняются. Но я буду над этим работать. Посмотрим, что из-за того выйдет. Может, мне завтра все надоест, и опять мы переключимся на наш старенький сценарий, на холодильник, да, а не купить ли там какую-нибудь квартирку для пенсии. Так что вот такие дела, ребята. Большое всем спасибо за внимание. Обязательно пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. С огромным удовольствием все почитаю. Я вас целую. Моргий, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok